Слушай, у меня, конечно, вот этот твой очковый запас всегда впечатляет и вдохновляет в твоей машине. Света осталась. А, Света осталась. Да я помню, по лету у тебя, по-моему, даже больше было. Возможно, скорее всего. Вот я все время очки еще найти не могу в своих сумочках, в бардачках. А тут все под рукой. Баба! Немножко уберу. Вот эти вот не нужны. Ага. Как дела? Водительские очки. Я обожаю водительские очки, на самом деле. Я тоже. Если вообще есть какой-то выбор, то я всегда... Ну, они не всегда годятся, конечно, потому что они не годятся от обычного солнца или еще что-то, но водитель их очень удобно. О! А какие еще не поделила? Дай-ка мне еще какие-то. Мартышка, перчик. Слушай. Я не про тебя. А про кого? Ну, очки чьи. А, про себя, что ли? А ты, кстати, с каким животным себя позиционируешь? У-у-у. С змеей или с покойной. Ах, ничего себе. А я с милой кошечкой. С коброй. Не, я могу быть кошечкой, я могу быть кошечкой. Давай, еще какие-то есть. Могу быть коброй, я могу кем угодно быть. Помнишь, был такой отроки во вселенной, был такой фильм? Да. Такие болероподы четырехглазые. Помнишь. Ну, вот, типа меня сейчас. Да? У меня уже шестиглазые. Ой, у меня был такой интересный случай. Я первый раз, у меня первый раз наркоз меня вкололи. Там была небольшая операция. И когда я приходила в себя, у меня почему-то медсестра, которая меня будила, я видела ее четырехглазой. И все время спрашивала ее, почему у тебя четыре глаза? Почему у тебя четыре глаза? Ну, прикол-то, знаешь, в чем был? Дело в том, что я ее спрашивала на английском языке. Это когда отходила? А я от наркоза, что ты спрашивала на английском. Я от наркоза, когда отходила, я по-английски разговаривала. Это когда? В 16-м году. А, ну, то есть не тогда. Да, так прикольно было. Ну, в общем, короче говоря, они потом когда ходили, некоторые из них стали моими учениками. Доложу я вам, да. Потом учили мне английский. В общем, так я отходила от наркоза. Говорила на английском. Не, вот это совсем не моя, да? Почему? Типа из матрицы я такая. Типа да. И что, и что? Курточка у меня такая черная. Типа, гоните, те, кто учили у тебя английский, они его по итогам выучили? По итогам все, кто учил у меня английский, добились своих целей и результатов. Это совершенно точно. Просто у всех разные цели и задачи, но все своих целей и задач достигли. Здесь же все очень просто. Вот насколько человек готов погрузиться в эту историю, да, вот, до предела, до которого он там готов дойти, я ему этот предел обещаю, гарантирую, и мы вместе с ним до него доходим. Да, точно-точно. Это так. Другой разговор, что есть, конечно, люди, которые, у которых очень-очень низкий предел, очень-очень, очень-очень низкие потребности. Вот те люди, которые говорят мне, что хотят выучить английский для того, чтобы путешествовать и не чувствовать себя там дураками, идиотами, это не та мотивация, совершенно не та. То есть, когда человек говорит такое мне на пробном уроке, то я понимаю, что результат у него будет низкий. Потому что это очень слабая мотивация для того, чтобы всерьез погрузиться в эту историю. Если я хочу учить язык для того, чтобы путешествовать без языка, я не чувствую себя ни дурой, ни идиоткой, а вот если я хочу путешествовать, пройти длинный путь, и по дороге общаться с людьми, понимать их лучше, это мотивация? Ну, это мотивация, если, конечно, это может быть мотивацией, разумеется. То есть, на самом деле, здесь ведь не в пути дела. То есть, получается, что для тебя важно не просто объясниться в магазине, что ты хочешь купить вот эту кружку с изображением Эйфелевой башни. Это разберусь. Без языка. Да. А задача именно в том, что ты хочешь более глубокого общения. То есть, более понятного, более проникновенного, более интересного общения с окружающими. Да, это хорошая мотивация, разумеется. Но еще большая мотивация, когда ты для себя лично оцениваешь, то есть, если ты внутри себя понимаешь, вот для чего тебе, допустим, этот столы язык, что ты от него хочешь. И потом вот то, что ты говоришь, то, что ты сейчас говоришь, более углубленные такие знания, то есть, большее проникновение в эту среду. Это ведь означает не только то, что ты идешь и разговариваешь с людьми. Это означает ведь и то, что ты включаешь даже просто в машине радио, слушаешь песню и понимаешь, о чем она, да? То есть, ты проникаешь в суть и здесь. То есть, тебе интересно и это. Или, допустим, ты включаешь какой-нибудь сериал и туда тоже проникаешь в эту глубину. Нет? Это не интересно? Только поговорить. Только попиздить. Вот так мы слушаем. Только попиздить. Людмиле Алексеевне все понятно с вами. Нет, ну это может быть достаточной мотивацией. Да. Может быть, еще не решила, какой идет. Для этого нужно подойти большую часть по Испанию все равно. Ну решите. Вы, Алина Алексеевна, решите. Испанский я уже вам сказала. Это хорошее место. Мы уже кулуарно оставались. Мы не так и не открыли тайну. Слушай, у нас в эту кулуарную минутку у нас столько всего поднакопилось, что про испанский забыли немножко. Нет, мы про испанский поменяли, потому что мы учились в школе и там не выучили. Так что следующая кулуарная остановка. Рекламная пауза. Где и как и с кем учить испанский? Сейчас. Сейчас я вам продекламирую в кулуарах. Ой, все. Ну ладно.